Итак, всем привет! Сегодня я расскажу про такой вот замечательный рекордер Zoom H1N И так как это рекордер для записи звука, как ни трудно догадаться, по таким замечательным микрофонам и отсутствием камеры Я в данный момент пишу звук, это важное замечание, на встроенный микрофон в мою Sony A7 Здесь неплохие микрофоны, я должен сказать, в A7 Но как бы всё равно, на самом деле, естественно, это фигня И хотя сейчас моё лицо от этих микрофонов где-то, может быть, в 10 сантиметрах Звук должен писаться более-менее неплохо, но всё равно могут быть какие-то шумы, потрескивания Звук может быть с эхом, как и с бочки, ну и прочие артефакты Что касается вот этого замечательного устройства, я им уже пользовался, пользовался не раз Как бы мне друзья давали, там ещё откуда-то брал Очень прикольная штука в том плане, что вот, скажем так, это один из тех случаев, когда мне особо нечего сказать То есть это как какой-то холодильник или как какая-то стиральная машина Ты просто покупаешь некую вещь, она просто хорошо делает своё дело, всё То есть этот рекордер, он просто хорошо пишет звук И вот именно для такого вот любителя, как я, это, ну, скажем так, этого даже много То есть мне бы подошло устройство в разы проще Но, тем не менее, я решил всё-таки здесь сработать на перспективу некоторую Вот, решил купить такую, понятно, что лучше брать H5 Понятно, что лучше брать там какой-нибудь таском, это всё понятно Но, тем не менее, за небольшую цену, что вот можно купить для записи звука До сих пор на рынке присутствует первая версия, как говорят И как я послушал различные сэмплы на ютубе Ну, конечно, звуковые сэмплы на ютубе слышать, это то ещё удовольствие, да, слушать Тем не менее, послушал, мне показалось, что H1 и вот этот H1N то на то по звуку Плюс-минус то на то То есть, может быть, какие-то, если взять хорошие наушники, хорошую звуковуху Там, слушать нежатый формат и иметь музыкальное образование по классу виолончель Да, может быть, конечно, какая-то разница будет Но вот для себя, для, так сказать, обывательского уха я разницы не нашёл То есть, в принципе, можно брать первую и вторую версию Вторая чуть поудобнее, чуть поэргономичнее, как по мне, опять же И, в принципе, достаточно неплоха Давайте не буду вас мучить звуком с камеры Сейчас я в эту самую камеру подключу обычную такую петличку Genius Кстати, очень популярная петличка, как я понял Даже какие-то Pro не гнушаются такой именно петличкой Итак, я подключил к своей камере замечательную петличку от Genius И сейчас могу вам рассказать подробнее про вот этот рекордер Ну, на самом деле, реально о нём нечего рассказывать То есть, я, конечно, могу сейчас очень долго заниматься перечислением всех вот граней Всех боковинок, всех капсулей Показывать его со всех сторон Обращу ваше внимание только на некоторые, может быть, относительные минусы Которые я нашёл уже Первый минус, ну не то, чтобы это мне, конечно, не понравилось Но у меня вызывает лёгкое недоверие вот этот вот разъём То есть, одна из фишек этого рекордера в том, что я могу его закрепить на какой-нибудь штатив Я могу его закрепить на какой-нибудь подвес Я могу закрепить его, соответственно, на такой вот переходничок И сверху повесить на камеру И всё это через вот этот замечательный разъём, который пластиковый Да, конечно, резьба тут крупная Да, конечно, пластик не какой-то особо мягкий Но у меня есть вот такое отдалённое впечатление Что пару раз накрутить, потом ещё раз накрутить Раз 50-60 То есть, как это часто бывает на каких-то съёмках Там быстро-быстро в торопях всё делаешь Соответственно, есть подозрение, что эта резьба может сорваться Вот, то есть, нарезать новую Достаточно ли там корпуса, достаточно ли там пластика То есть, как-то придётся там изворачиваться Важный момент для тех, кто, кстати, покупает такие вот вещи Да, в принципе, это не обывательские вещи То есть, обывательские вещи Это что-нибудь типа там обычного какого-нибудь диктофона Вот такого самого простенького Там за 2-3 тысячи, условно говоря То есть, вот это обывательские вещи Их можно починить, их не жалко выкинуть Вот такие вот, в принципе, профессиональные вещи Ну, кто бы что ни говорил Это реально не для простого человека Они, как правило, очень тяжело ремонтируются В каком плане? То есть, я не могу взять его и отнести в ближайшую мастерскую Чтоб мне его там починили Вот это мне придётся нести Искать сервис центр зум Я не уверен, что они вообще есть Там я не уверен, сколько ждать запчастей Какая будет цена ремонта То есть, запчасти вот на такую штуку найти тяжело На айфон можно найти кнопочку там на любом рынке Или в любом переходе, да, ну, по камере в Москве А вот на такую штучку, если, допустим, вот эта вот кнопочка сломается Она, кстати, вот нажимается достаточно надёжно Но у меня есть некоторые по ней подозрения То есть, вот эти кнопки ОК Они нажимаются с таким щелчком, с таким звуком Ну, наверное, микрофон вы сейчас не слышите Но он, тем не менее, есть Вот эта кнопочка нажимается без звука Оно и понятно, чтобы в начале записи этого звука не было Чтобы его случайно не записать То есть, она нажимается мягенько В отличие от всех вот этих вот Но я не уверен в её надёжности То есть, есть опасения, что года, наверное, два И, ну, к тому моменту вы уже, наверное, смените рекордер По поводу батареи в комплекте к рекордеру шли Две такие вот формата 3А Соответственно, надо сразу не заморачиваться Не покупать килограммами вот эти вот алкалиновые батарейки Сразу покупать нормальный аккумулятор То есть, четыре аккумулятора с зарядным устройством Вам хватит железно Почему я это говорю? Потому что вот эти вот батарейки, которые комплектные Да, они хреновые Ну, кто будет ложить хорошие батарейки в комплект? Ну, вот они достаточно хреновые Я не знаю, насколько сильно они были разряжены Он до сих пор у меня показывает полный заряд При всём при этом я на него уже записывал Ну, достаточно долгое время То есть, весь мой обзор Вот предыдущий на объектив Nocturne Был записан именно на него Вот, и это вы видите 13 минут А на самом деле там было порядка часа-двух Вот, и батарейки даже ничуть вообще не просели То есть, жрёт он их, ну, очень деликатно Что ещё интересного по внешнему виду Дисплей, соответственно, монохромный Поверх такой вот пластик Это именно пластик Поэтому дисплей будет царапаться аккуратнее с ним Значит, по поводу вот этих верхних крышек Всё более-менее тут надёжно Вот эти вот штучки достаточно тонкие Но, как бы, рекордер Это, наверное, всё-таки не та вещь, которую ты будешь использовать там в уличной драке Хотя, в принципе, будем прочнее Можно было бы так использовать Значит, по поводу разъёмов Какие мне важны, какие мне нужны Соответственно, для мониторинга записи У нас есть выход на наушники Полезно Причём поднимает наушники вот мои на 38 ум Вполне нормально Значит, по микрофону, соответственно Я сюда втыкал только петличку от Genius У меня больше просто ничего нет Нет, есть петличка отбоя Но она прям совсем говно Вот я её стараюсь в приличные места не втыкать Сюда, соответственно, я втыкал микрофон Вот этот вот Genius, который сейчас воткнут в камеру И качество звука вы можете оценить, соответственно, в предыдущем моём обзоре В данный момент здесь установлены карты на 8 гигабайт Этого более чем достаточно Вот прям мне кажется, более чем достаточно То есть я не представляю, зачем нужна карта большего объёма Вот так он включается Есть такая приятненькая подсветочка Он мне пишет, что в моём формате В котором я обычно буду записывать Это mp3 320 кбит У меня, по-моему, это 53 часа Да, 53 часа 58 минут 0,6 секунд То есть это дофига То есть, чтобы вы понимали Я вообще не представляю, как забить всё это место Мне бы хватило, наверное, карты памяти на, не знаю, 2 гигабайта может быть Ну, окей, в данном случае запас кармана не тянет Хотя, ну, всё-таки это избыточно Но опять же, карта памяти это не то, на чём бы хотелось бы экономить Вот, соответственно, вот так мы его включаем Вот так он нас встречает Меню более чем понятное Русского языка, естественно, нет Ну, это, в принципе, и нормально Но перед тем, как продолжит разговор Давайте я переткну сюда вот петличку Итак, в данный момент я записываю вот на этот рекордер Через вот эту замечательную петличку Опять же, ну, кто-то, может быть, даже по хвостику узнал Соответственно, как по мне Звук между камерой и вот этим вот рекордером С этой петлички измениться сильно не должен То есть, возможно, на итоговые записи Я там услышу какие-то супер изменения Но, как по-моему, сильно отличаться не будет Но, тем не менее Да, вот, посмотрите, соответственно, я сейчас говорю Чувствительность выбирается вот этим замечательным колёсиком Очень это удобно Очень это показательно То есть, я терпеть не могу, как вот у некоторых Я ещё старые-старые помню какие-то варианты Рекордеров не от Zoom Вот, где чувствительность выбирается Где-то там глубоко запрятано в меню То есть, это было отвратительно Это было неудобно Вот это самый лучший вариант То есть, чувствительность – это важный параметр И он должен настраиваться, соответственно, как можно проще То есть, вот такой вот механик Это просто, как по мне, это идеальный вариант Лучше, наверное, здесь ничего не придумать было Соответственно, чуть-чуть по кнопочкам Значит, что у нас тут есть Тут у нас есть, соответственно, кнопки, которые относятся к записи И вот тут у меня небольшая претензия по навигации Но, чтобы вам это рассказать Мне придётся опять переподключиться Что касается навигации Что касается меню Вот здесь, конечно Ну, я понимаю, что, как бы, много кнопок не сделаешь Нужно было всё уместить То есть, чтобы открыть дополнительную опцию Нужно нажать вот эту клавишу Stop На которой, впрочем, написано Options И, соответственно, куда мы здесь попадаем То есть, настройки есть все, опять же Ну, я, честно говоря, наверное, половиной пользоваться не буду Соответственно, After, Rec, Off Минус 48 дБл, минус 24, минус 12 До минус 6 регулируется Ну, я по умолчанию ставлю на О Значит, дальше, что, при Rec Ну, забавная какая-то такая функция Я не представляю для себя конкретно Может быть, кому-то это пригодится Но для себя я не представляю такой сюжет То есть, мы нажимаем Как я прочитал, если я правильно прочитал описание Соответственно, при включённой этой функции Мы нажимаем на Rec А он записал перед этим ещё 2 секунды Ну, не знаю То есть, чтобы не упустить какой-то момент В каком-то очень важном интервью Там, с каким-нибудь диктатором Ну, фиг знает У диктаторов нет смысла брать интервью Они все говорят одно и то же Self-timer Ну, вот эта функция, кстати, может быть относительно полезной Единственное, что диапазон регулировок не очень То есть, можно полностью отключить 3, 5, 10 и всё Это, по сути, отложенная запись То есть, мы ставим 10 секунд Нажимаем запись Нажимаем запись на камере Отходим и только через 10 секунд запись стартует В принципе, прикольно Здесь я вижу для себя как раз сценарий использования Ну, в общем, можно, на самом деле, без этого жить Здесь мы можем выбрать качество То есть, вот я буду писать постоянно в MP3 320 Ну, потому что мне просто больше не надо Даже 320 избыточно У меня не самый красивый голос Чтобы писать его, например, в 24 бита 48 килогерц То есть, немножко 6 Вот, но для записи, естественно Каких-то музыкальных инструментов Возможно, это, да Имеет место на жизнь Вот, хотя для записи вот именно какой-то серьёзный Я бы, наверное, всё-таки выбрал другой рекордер Ну, вот мне так почему-то кажется Всё-таки там Иногда нужно и к пультику какому-то подключиться И два канала, и ещё что-то Вот, я выбираю себе MP3 320 килобит Дальше у нас идёт фильтр частот Соответственно, можно обрубить И голос станет, ну, не очень приятным Но, опять же, для журналистов Может быть, это в какой-то шумной обстановке Автолевл, в принципе, вещь, ну, достаточно какая-то спорная То есть, допустим, вы говорите-говорите Вроде всё хорошо И на секундочку сделали паузу Причём, знаете, такую паузу, которую не вырежешь То есть, это не пауза Набрать воздуха в лёгкие, да Это пауза драматическая И вот в эту драматическую паузу На автолевеле он поднимает, соответственно, чувствительность И записывает всё, что у вас рядом есть То есть, а если вы не в идеально тихой комнате Как, например, я, да Ну, как бы будет неприятно Придётся это вырезать И того эффекта, которого вы хотели достичь У вас не получится Дальше, что мне не нравится Это для того, чтобы попасть в меню Нам нужно, соответственно, включить И одновременно зажать клавишу с помойкой Вот, что, как по мне Ну, не самая-то ревиальная задача И из включённого диктофона, если я не ошибаюсь Уже в меню выйти никак Нужно его опять выключать и включать Недоработочка Значит, здесь можно настроить дату, время Можно настроить, отключить, включить подсветку экрана Подсветка жрёт, как по мне, вообще какие-то гроши Нет смысла её выключать И вот даже при такой подсветке Солнечный день, как-то экран всё-таки более разборчивый Значит, нужно указать тип батареи В принципе, как я понимаю Да, если вы не укажете Допустим, вот я сейчас вставлю аккумуляторы, а у меня останется Alkaline Диктофон от этого не взорвётся, естественно Но он, вероятно, будет некорректно показывать вам остаток заряда-разряд Автопауэров Ну, тут понятно, через сколько отключить будет простое Вот тут важный момент Я поначалу испугался Вставил карту памяти, она не определилась Её нужно обязательно отформатировать Причём отформатировать не на компьютере, а именно внутри диктофона Это важно, не пугайтесь, если у вас такая фигня будет Хотя мне, сдаётся редко, у кого она будет Соответственно, можно посмотреть версию На этот диктофон вроде бы Должны выходить какие-то новые прошивки Хотя я не представляю зачем Потому что, ну, фикса здесь абсолютно нечего То есть, здесь нет каких-то критичных моментов Кроме вот этого вот Входа-выхода из меню через перезагрузку И, пожалуй, минус Ну, для кого-то, может быть, будет минус Нет русского языка То есть, либо английский, либо, я так понимаю, это японский Итак, под конец давайте запишу звук вот с этих замечательных Встроенных стереомикрофонов Причём это не какое-то псевдо-стерео Это самое настоящее стерео То есть, соответственно, я переношу вот так вот микрофон И звук будет уходить либо в левый, либо в правый канал Вот микрофоны хорошие, микрофоны качественные Почему я в этом уверен? Я писал в обычном подземном переходе Гитариста Вот, а там надо понимать, что люди ходили Всё, и вот если вот этих самых людей убрать То есть, убрать разговоры Сделать переход абсолютно пустым То, в принципе, качество будет неотличимо Ну, от какой-то подвальной студии Причём хорошей такой подвальной студии Каких-то особых минусов Это я записывал MP3-320 Вот, то есть, что там можно вытянуть Из нормального формата Я вообще не представляю Вот, то есть, вот к этим микрофонам У меня, в принципе, вопросов, ну, по минимуму Тоже один из интересных моментов Про которые я забыл сказать И которым буду постоянно пользоваться Вот здесь вот есть такая кнопочка И во время записи я могу поставить Отметку на эту самую запись То есть, допустим Я покашлялся, я запнулся, что-то ещё Если раньше мне приходилось как То есть, я вот что-то запишу И потом всё просматриваю, вырезаю Вот там, где я запинаюсь, где я покашлял Где ещё что-то Вот, теперь мне достаточно поставить галочку В моей монтажке это всё сразу отображается Я знаю, что в некоторых такого нет То есть, не во всех монтажках это будет отображаться В моей всё нормально То есть, я вставляю аудиодорожку И там прям вижу места, на которые мне нужно обратить дополнительное внимание Они прям помечены Это очень сильно ускоряет работу И обеспечивает намного больше комфорта, чем раньше Ещё из момента, про которые я забыл рассказать Очень неплохо ловит вибрации на корпус То есть, допустим Вы его положили на стол Стол трясётся Это будет слышно Вы его как-то перебираете, допустим В руке Это будет вплоть до перегруза слышно То есть, при постоянной какой-то жёсткой эксплуатации Всё-таки нужен виброподвес То есть, для записи подкастов А уж тем более для записи музыкальных инструментов Где там малейший скрип, малейший шорох Это всё То есть, это провал записи Иногда ещё это и не вырежешь нормально То есть, если из голоса, из речи ещё там можно как-то нарезать Можно как-то перебить То, ну, как бы из песни В данном случае, из игры там на музыкальном каком-нибудь инструменте Слово-то не выкинешь То есть, например, если мы ставим его на камеру Я рискну предположить, что если камера с автофокусом Там все вот эти вот вибрации Вот это всё будет передаваться на корпус То есть, тут нужен виброподвес Он стоит на Али, по-моему, 800 рублей Ну, до 1000, в общем, включительно Ну, не такие большие деньги Плюс его продают комбинированный То есть, его можно и на камеру закрепить И на штатив поставить Никаких проблем Не та цена вопроса Но это нужно брать сразу Ещё один момент, о котором я забыл сказать А он, ну, играет некую роль Тем не менее, при покупке для кого-то Подключаем его к компьютеру Вот этот, обязательно, диктофон К любым проводам, который у вас там от телефона Остался, либо от планшета Вот, врубаем, соответственно, любую программу для записи И вот этот диктофон будет определяться Как, соответственно, микрофон Вот, то есть, мы получаем, по сути, два устройства в одном Рекордер и стационарный микрофон Это очень удобно Причём я проверял ОБС-м микрофон отлично захватывается И отлично работает Качество звука, ну, на очень высоком уровне Для кого-то, кто ведёт какие-то онлайн-трансляции Это будет, ну, дико нужно То есть, взял что-то стационарно записал Потом, соответственно, микрофон поставил Подключил к компьютеру И начал онлайн-трансляцию Как по мне, это очень универсально И очень удобно Ну и на этом, пожалуй, всё То есть, опять же, повторюсь Это очень простое устройство Которое за свои деньги выполняет свои функции Всё Вот, из минусов Ну, кроме того, что я перечислил Опять же, это, как по мне, хлипкие дужки И не очень внятный пластиковый разъём под штатив Ну, может быть, ещё не очень внятное меню Хотя, ну, насколько часто вы будете там лазить Там, как правило, один раз настроил, забыл Вот, больше каких-то особых минусов Здесь я, нет, не вижу Вот, кто-то где-то в интернете писал И он такой натыкался Что, мол, он прослушивал готовые записи Соответственно, тут у нас есть динамик маленький Вот, кто-то прослушал с него готовые записи И этот динамик у него сгорел Ну, я не знаю То есть, если вы журналист Ну, может быть, у вас будет такая потребность Что-то прослушивать через динамик Хотя я тут не вижу смысла Потому что, пускай самые дешёвые наушники Там стоят, ну, 500, пускай даже рублей Гнездо для наушников есть Будет в разы лучше А если мы пишем музыку либо подкаст То тут только наушники Это даже не обсуждается То есть, тут динамик поставили, как по мне Ну, просто, чтобы было То есть, по нему можно проверить уровень Нет ли каких-то зашкалов Потому что, вот, например, сейчас я пишу Я экран не вижу Я не знаю, есть у меня там перегрузы или нет То есть, ну, это вот единственное Для чего, может быть, нужен динамик Проверить зашкал вот этот Но больше я никакого повода здесь не вижу Вот, хорошее устройство Стоит каждого рубля Покупать можно смело Ну, и на этом, пожалуй, всё Не тратьтесь на дешёвое барахло Лучше, если есть возможность Покупайте сразу качественные вещи А с вами был я Всем спасибо И всем всего хорошего Субтитры сделал DimaTorzok